Привет всем! Итак, анекдот про магазин супругов. В одном городе открылся магазин, где женщины могут выбрать и купить себе мужа. У входа висит свод правил работы магазина следующего содержания. Вы можете посетить магазин только один раз. В магазине 6 этажей, качество мужчин повышается с увеличением порядка номера этажа. Вы можете выбрать любого мужчину на каком-либо этаже или подняться на верхний этаж. Запрещается возвращаться на нижний этаж. Ну, по этой части можно отметить только, что в реальной жизни, конечно, никто не запрещает возвращаться на этаж ниже. Но у женщин есть черта, воспетая Крисом Роком в его выступлениях. Она заключается в том, что женщина чаще всего психологически не способна вернуться на этаж ниже по уровню жизни или стилю жизни. То есть, однажды попробовав контакт с человеком из определенной социальной среды, она просто не может больше опустить свою планку ниже этого порога. А если опускает когда-то по каким-то причинам, то будет несчастной всю оставшуюся жизнь. Одна женщина решила посетить этот самый магазин мужей, чтобы найти себе спутника. Прочитав у входа на первый этаж вывеску, мужчина, имеющий работу, она идет сразу на второй этаж. Тут сразу можно придраться, что часто это правдиво, что женщина начинает с экономических требований. То есть, ее минимальная планка лежит в области экономики. Хотя это верно не всегда. Вывеска на втором этаже. Мужчины, имеющие работу и любящие детей. Женщина идет на третий. Для мужа, наверное, логичное требование после работы. Следующим пунктом – дети. Вывеска на третьем этаже. Мужчины, имеющие работу, любящие детей и необычайно красивые. Ух ты, подумала женщина, но все же пошла на четвертый этаж. То есть, авторы только на третьем этаже вводят, наконец, требования к внешности. Необычайно красивые надо понимать как внешностью выше среднего. Вывеска на четвертом этаже. Мужчины, имеющие работу, любящие детей, ослепительные красоты и помогающие по дому. Невероятно, воскликнула женщина, мне очень трудно устоять, но все же поднимается на пятый этаж. Тут видно, что после поднятия на высоту красоты, то есть такое уже нематериальное требование, вдруг идет опять откат на народно-хозяйственные требования, помогающие по дому. По логике, наверное, это должно было лежать ниже, чем красота. Ну ладно, оставим это на авторов. Вывеска на пятом этаже. Мужчины, имеющие работу, любящие детей, ослепительные красоты, помогающие по дому и очень романтичные. Вот тут логично, да, что романтика, важный комментарий, именно при поиске мужа стоит где-то наверху пирамиды такой, вымышленной пирамиды маслу, специально для этой темы. И, скорее всего, будет в последнюю очередь рассматриваться, если вообще будет рассматриваться, потому что романтика относится, в общем-то, к другой сфере. Не той женщины, которая ищет себе мужа. К моменту, когда женщина ищет себе мужа, вся романтика, скорее всего, уже закончилась у нее в жизни. И потрачена она была не на мужа, а на мужчин совсем другого типа. Женщине очень захотелось остаться на этом этаже и выбрать себе пару. Но все же она, преодолев себя, пошла на последний этаж. И на шестом этаже увидела вывеску следующее содержание. Вы на этом этаже посетительницы номер 100 тысяч миллионов. Здесь нет мужчин, этот этаж существует лишь для того, чтобы лишний раз доказать, что предела женским запросам нет. Благодарим за посещение нашего магазина. В чем состоит правдивая часть этого эпизода? В том, что если женщину должным образом накрутить в ее ожиданиях и сделать их реально недостижимыми, то она не согласится ни на какой вариант вообще. И таких женщин много, я думаю, вы все их встречали. То есть нет мужчин, удовлетворяющих ее нижней социальной планки. А прямо напротив этого магазина был открыт магазин жен. На первом этаже находились красивые женщины. На втором – красивые женщины, любящие заниматься сексом. Какие женщины были на остальных этажах, осталось неизвестно. Туда никто ни разу не зашел. К чему тут можно придраться? Я думаю, все согласятся, что как таковых красивых женщин довольно мало. Они заставляют меньшинство, и те, кому это действительно дано от природы, скорее всего, как-то задействованы в индустрии красоты или вокруг красоты. Что здесь, наверное, авторы имели в виду, что, да, у большинства мужчин первый минимальный входной критерий отсекает женщин по внешнему виду. Но, конечно, не по категории «красивые», а по категории «привлекательные». Совсем не одно и то же. Многие авторы пишут о том, что мужчины находят привлекательными примерно 80% всех женщин. Женщины, по причинам, которые уже были раскрыты в этом анекдоте, находят привлекательными примерно 20% мужчин. К этим 20% стоит очередь в обществе. Остальных разбирают по стойку-поскольку. Причем, подчеркиваю еще раз, в анекдоте речь идет про мужей. То есть даже мужей, в общем, не первых и не вторых мужчин в жизни находят по такому принципу. Если соответствующим образом поменять второй критерий «красивые» женщины, любящие заниматься сексом, заменить его на более реалистичные, привлекательные женщины, любящие заниматься сексом, то вот этот второй критерий действительно сразу отсекает очень большой процент женщин. Даже если не вводить критерии по степени достижимости оргазма, то если на первом этаже отсекается 20% у женщин примерно, на втором – как минимум половина по самым консервативным оценкам. Скорее, конечно, процентов 70-80 из оставшихся. И, как нам говорят дальше, о том, какие женщины на остальных этажах, никто не знал. То есть какие требования вообще можно предъявить к женщине сверх того, что она привлекательна и в ладах сексом, никто особенно даже не задумывается. И, в общем, в этом много правды. Так на самом деле обстоят дела. При поверхностном взгляде может показаться, что этот анекдот неким образом льстит мужчинам. Сообщает, что у них более простые, более реалистичные запросы, которые удовлетворяют большинство. Такой как бы противовес женским критериям, которые высмеиваются выше. Но если задуматься, это скорее обвинение в примитивном, поверхностном, плоском взгляде, очень детском взгляде на реалистичные критерии к другому человеку. Так что в этом нет никакого комплимента, нечему радоваться. Мужчина предъявляет женщине только критерии по внешнему виду и по ее отношению к сексу. Нечем хвалиться, потому что он либо слеп, либо не понимает последствия. Здесь нет ни требований к характеру, ни к личным качествам, ни к основной ее ролевой модели, ни даже отношения к детям, что вообще-то при поиске жены было бы логично. Так что вполне можно сказать, что некоторое взросление в требованиях к женщине было бы очень уместно для подавляющего большинства мужчин. Количество требований должно возрасти, минимальная планка должна подняться, особенно если мы говорим про жен, как здесь. И возможно даже стоит поменять приоритеты. Например, я рискнул утверждать, что внешняя привлекательность не является абсолютно необходимым фактором для жены. Можно представить себе вариант с не очень привлекательной женщиной, или даже непривлекательной, которая при этом обладает отличным набором прочих качеств, которые делают ее почти идеальной женой. Лучше, чем 90% всех остальных. Секс тоже далеко не у всех мужчин стоит на каком-то высоком месте. Он, конечно, намного выше, чем у женщин стоит в иерархии, но далеко не у всех. Идея этого анекдота не нова. Вот, например, как примерно те же идеи, изложенные в одной из самых старых книг Уорона Фаррелла. Эта книжка вышла, если не ошибаюсь, в 1986 году впервые. И в данном месте Фаррелл сравнивает критерии, минимальные критерии, которые предъявляют женщины к мужчинам и мужчины к женщинам. И здесь же отражает и распределение. Мужчины находят привлекательными примерно 80% всех женщин на глаз. Женщины, поскольку оценивают множество критериев, я не помню на память, какие критерии, но вы можете сами догадаться, какие критерии приводят женщины по данному Фарреллу. И мужчин, отвечающих всем этим критериям, довольно мало. И вот туда в основном смотрят женщины. Оттуда появляются выражения «нормальных мужчин нет», «мужчины перевелись», «настоящих мужчин нет» и так далее. Это все вот из этой области. Я вижу несколько причин, почему ситуация, в общем-то, до сих пор выглядит похожим образом. Она, конечно, несколько исправляется со временем, но выглядит до сих пор похоже. Во-первых, конечно, этот самый мужской гормональный наркотик. Тема, которую я уже раскрывал в презентации про парадокс толерантности. По сути, под наркотическим действием мужчина просто лишен возможности адекватно оценивать женщину. Особенно, если женщина привлекательна внешне. И тут нужно вносить некую поправку. Во-вторых, мифологизация женщин. То есть культура в целом, общество с самого раннего возраста накачивает мальчиков, в общем-то, неадекватным восприятием женщин. Постоянное использование выражений типа прекрасный пол, архетипов там принцессы, из чего только сделаны девочки. То есть девочки подаются как сосредоточие такого всего самого светлого в мире, что, мягко говоря, не очень соответствует действительности. Поэтому многие мужчины по взрослом возрасте шокируются от столкновения с реальностью. Они не думали, что женщина на такое способна. Если бы их не накачивали с самого раннего возраста в этом направлении, то они бы думали и знали, что да, способны и еще не на такое. Если сравнивать мужчин и женщин в этом смысле, то еще неизвестно, кто лучше. Вся эта накачка светлыми образами настолько сильна, что у многих мужчин возникает прям-таки слепое пятно, когда вопрос касается женского неприглядного поведения. Буквально включается отрицание. Нет, этого не было или нет, это не то, что вы думаете. В первую очередь, конечно, человек обманывает сам себя. В общем, господа, если раньше это и прокатывало, время ломать эту систему. Это и должно стать одним из следствий принятия красной таблетки, взросления, пусть и запоздалого. Этот дисбаланс и соглашательство на объедки нужно заканчивать. Мыслящий человек просто обязан это сделать. Если взять мой график с теми зонами, которые я расчертил для поиска сексуальных партнерш, и выделить на нем зоны с женщинами, которые годятся для нашего будущего магазина жен. Нам, в общем, придется закрыть большую часть графика. Во-первых, мы закрываем все, что лежит ниже зоны продвинутой геры, потому что нас не устраивает стандартная, некачественная, общераспространенная жена. И также нам придется закрыть то, что выходит за границы жен вообще, потому что не отвечает целям брака. И вот что остается. Дай бог, чтобы это было хотя бы 20%, скорее даже меньше. Возвращаясь к главной теме презентации, какие зоны на этом графике вообще могут быть нам интересны? Получается, для кратковременных сексуальных контактов нам нужны ослабленные границы, для поиска жен нам нужна продвинутая гера, для тех, кто ищет себя в высоком сексе, нам нужны исключения. Логичный вопрос, а куда можно использовать всю основную массу, всех остальных? Потому что если мы возьмем площадь под графиком, то здесь окажется самый большой кусок в середине. Но короткий ответ – никуда. Это, может быть, звучит грубо, но эти женщины не годятся ни для чего, вообще ни для чего. То есть, что они есть в обществе, что их нет, обычному человеку должно быть фиолетово. Может показаться, что в этом есть некоторый парадокс. Возьмем женщину из самой середины графика, которая относится к середине геры. Получается, что она нам бесполезна, а женщина с ослабленными границами может иметь свою пользу. Разве это не парадокс? Помните, я перечислял признаки ослабленных границ? Представим себе некую девушку, у которой ничего из этого нет. Полная семья, хорошее образование, ни татуировок, ни пирсинга, ни провокационного внешнего вида не проявляет склонности к насилию, репутация не испорчена и так далее. Разве это не идеальная женщина? И ответ – нет, далеко не идеальная. Если в ослабленных границах можно ожидать хоть какого-то уровня раскрытия сексуальности, то в этой зоне они придерживались политики никому-никому-никому. Они ничего не умеют и, скорее всего, не будут уметь никогда. Что касается подхода секс-вобмен на продовольствие, этим страдают все, что в ослабленных границах, что в неослабленных. Гиперопекаемые вообще представляют собой отдельную большую проблему. Те, над которыми дрожали, рожали их для себя и не собираются никуда их отпускать. Все это, по сути, разные типы дисфункциональных жен. Они не умеют, не знают и не будут поддерживать обычную семью. Это те самые 90 с лишним процентов, которые разводятся. Глобальная причина в том, что это, по сути, фантик, обертка. То есть по всем внешним признакам девушка обладает хорошими качествами. Но это все внешние признаки. Она воспитывалась в обычной семье, она копирует обычную свою маму, она ходила в обычную школу, она усвоила все стандартные ролевые модели и не делала никаких усилий над собой, чтобы выйти из этой матрицы. Один только вопрос, кто у тебя стоит на первом месте, дети или муж, сразу отсечет процентов 80 всех этих гер, которые могут искренне про себя думать, что да, они будущие хорошие жены. Если эту картинку перерисовать с поиска жены на поиск сексуальной партнерши, она не сильно изменится. У нас откроются и закроются другие зоны, но общий процент останется где-то схожим. Так что, еще раз повторяю, основная масса не годится ни для чего. Теперь я постараюсь раскрыть этот вопрос в более общем виде. Я уже не раз рассказывал про шесть главных женских архетипов, так называемый спектр анима, то есть роли, аспекты женского, которые проявляются в нашей жизни. Когда мы говорим про такой вот спектр, смешение и наложение нескольких разных цветов, становится понятно, что, конечно, плоский график — это очень упрощенное изложение, только проекция на какую-то определенную плоскость. Даже если оперировать только шестью главными аспектами, то у нас получится такая шестимерная структура сложной формы плюс фактор времени, что, например, одна и та же женщина может для одного мужчины играть такую роль, для другого — другую. Но все же, если мы берем, скажем, чисто сексуальный аспект, то из главной шестерки только три персонажа обладают хоть какой-то сексуальностью — Афродита, Гера и Персифона. Но и у Геры, и у Персифона она носит такой невыраженный вспомогательный характер. Это не является их основным направлением. По сути, только Афродита. Тем не менее, женщины же не обязаны проявляться в вашей жизни только через секс. Это был бы очень примитивный и упрощенный взгляд на жизнь и на женщин, и на собственную аниму. Собственно, если рисовать, например, график не сексуальности, а интимности, то есть глубинного, мистического контакта, то первый будет не Афродита, первый будет Персифона. В разные моменты жизни разные женщины могут играть разные роли, проявлять свои разные архетипы. Рискнул утверждать, что полноценные мужской жизни должны присутствовать и раскрываться все эти архетипы. Может быть, не все время, не всегда одновременно, но какие-то из окружающих женщин будут играть какие-то из этих ролей. Причем эти роли довольно плохо сочетаются. Если женщина исполняет для вас одну роль, скорее всего, полноценно исполнять для вас другую роль, но она уже не сможет. Вообще говоря, кроме этих главных шести персонажей, в мифологии полно других менее упоминаемых архетипов. На вскидку можно добавить Гетеру, Нимфу, Гекату, Гестию. С точки зрения раскрытия сексуальности, Гетера и Нимфа годятся для этой области. Так вот, доведенная до конца мысль про архетипы и их проявления в жизни мужчины будет звучать так. Если женщина во взаимодействии с вами, не проявляя себя ни в каком из этих архетипов, то она не является женщиной по отношению к вам. Это сложная мысль, ее нужно переварить. К тому же понятно, что, например, темную сторону Геры готовы проявить к вам 90, а то и больше процентов женщин. Но уже только от вас зависит, чтобы вы обрубали отношения с теми, кто проявляет к вам только темные аспекты, какого бы то ни было архетипа. Может быть, это звучит несколько грубо и шокирующе, но женщина получается понятие относительное. Женщина – это та, кто относится к вам как женщина, проявляя себя как женщина. Если она не относится к вам как женщина и как женщина не проявляется, она женщиной не является. А теперь, в качестве завершения, я хочу вставить один совершенно необыкновенный ролик, на который я наткнулся чисто случайно. Ролик с ни о чем не говорящим названием «Как заставить мужчину тебя завоевывать и думать о тебе». Выпустила его, судя по всему, какой-то женский тренер Виктория Исаева. Ничего о ней не знаю и посмотрел только два-три ролика для интереса, но вот этот конкретный ролик сделан очень хорошо. Я готов подписаться под 90% того, что здесь сказано. Предлагаю засмотреть его целиком и в некоторых местах я буду ставить на паузу и вставлять небольшие комментарии. Он того стоит. Это ролик, который стоит посмотреть несколько раз. Ссылаюсь там в углу, нажимайте на оригинал. В частных беседах иногда женщины о таком признаются, но публичные под запись говорят крайне редко. Так что ловите момент. Эта тема относится и к данной презентации, и подросткам, и сексу, и, конечно же, не только к подросткам. Уже взрослый мужчина должен разбираться в таком вопросе. Поехали. Как заставить мужчину тебя завоевывать? Говорят, что ценится только то, что тяжело досталось. Говорят, что мужчин привлекают только очень недоступные женщины, за которых пришлось побороться. И вот тут у девушек возникает резонный вопрос. А как пробудить в нем желание бороться за меня? Какие трудности ему испытания устроить, чтобы он действительно начал меня завоевывать? Давайте разберемся. Начнем с того, что мужчины бывают разные. Есть мужчины, которые живут с установкой любви много. Я живу в изобилии любви, я живу в изобилии женщин. И вот мужчины, которые живут в изобилии любви, хрен два, тебя будут завоевывать. Здесь, наверное, моя главная придирка к Виктории. Она путает два разных понятия, не только она. Сейчас я заканчиваю книжку Ролла Томатса и сделаю про нее отдельный каст обязательно. The Rational Male Рациональный мужчина. Он тоже какой-то совершенно непропорциональный акцент делает на необходимости, прям-таки железной необходимости иметь много женщин одновременно. И у Виктории сейчас помелькнуло, что мужчина, у которого много любви, много женщин. Много любви и много женщин совершенно разные вещи. Спокойное, самодостаточное мироощущение не требует подпитки и опоры на много женщин, тем более в сексуально-эротическом смысле. Это логично для некого небольшого периода, когда мужчина начинает, что называется, пробовать силы, пробовать, что ему доступно. Мужчина, которому для внутреннего ощущения наполненности нужно опираться на нескольких внешних женщин, скорее показывает, что у него нет внутренней опоры. Это классический внешний локус. Он опирается не на себя, а на целую систему внешней поддержки. Мужчина с внутренней опорой, внутренним локусом, раскрывает эти стороны в себе, внутри, развивает их в себе. Ему нет необходимости держать вокруг себя хоровод-поклонниц. Даже когда он один, он ничем не обделен в смысле внимания. Он умеет питать себя этим сам. Так что это две совершенно разных категории мужчин. Почему? Они очень легкие, они очень общительные, у них действительно много девушек, и они к девушкам относятся очень легко. Они их не идеализируют. Они никогда не будут бегать за девушкой, трястись над ней, переживать, бояться, что она уйдет. Они думают так, девушек хороших много, ушла одна, придет другая. Абсолютно так, поддерживают двумя руками, но с той же поправкой. Много девушек, это много девушек вокруг, в мире, а не в записной книжке, которую чуть-чуть надо хватать и вызванивать следующую, кто там свободен. У них есть такой девиз, если девушка не дала, ну это просто плохая девушка, будет девушка получше. Насчет девушка не дала, это, конечно же, не обязательно означает, что она плохая, но это точно означает, что она вам лично не подходит, абсолютно. Может, подойдет кому-то другому. И вот такие мужчины, живущие в изобилии любви, с очень хорошей самооценочкой, вряд ли будут преодолевать какие-то искусственные трудности на пути к женщине, потому что они любят, чтобы в жизни все было легко. Насчет легко, я бы не сказал. В любом более-менее интересном деле требуется какое-то усилие, но это должно быть усилие в удовольствии, а не преодолевание искусственно расставленных помех. И одно дело, мы все время думаем, что мужчины какие-то дураки, что мы можем сымитировать оргазм, сымитировать трудности, сымитировать недоступность. Если мужчина умный, ни хрена мы перед ним сымитировать не можем. И умный мужчина всегда поймет, где ты имитируешь недоступность, а где ты реально недоступна. И вот если, например, ты общаешься с таким мужчиной, который живет в изобилии любви, в принципе, не заточен под какое-то там завоевание, если в процессе вашего общения возникают какие-то преграды естественного характера, например, ты офигенная девушка, у тебя офигенная жизнь, ты живешь очень насыщенно, очень интенсивно, у тебя много дел, много интересов, у тебя классная работа, ты много ездишь, у тебя действительно интенсивный, интересный график, ты не сидишь целыми днями и не ждешь его звонка, ты искренне живешь полноценной жизнью. И это может вызывать какие-то естественные преграды, типа он звонит, ну что, увидимся в субботу, ой, слушай, я в эту субботу там в Париже, извини, типа вот давай, может, следующую, да, то есть если это какие-то естественные преграды, мужчина их преодолеет и действительно заинтересуется, и действительно поймешь, что ты недоступна не потому, что ты недоступна имитируешь из себя снежную королеву, а потому что мужчина это не центр твоей вселенной, твоя вселенная очень многообразная, интересная, и ты никогда не будешь точно так же, как и он, зацикливаться на мужчине, сидеть, ждать звонка, еще что-то, да. Тут я бы предостерег, занятый человек не означает интересный человек. Если занятость девушки вызывает у вас какой-то усиленный интерес к этой девушке, это скорее повод поработать над какими-то личными проблемами. Вот естественность и нормальное человеческое общение, да, это крайне интересно, но об этом дальше. Он почувствует, что ты интересный человек, и ради интересного человека действительно можно и постараться, можно и в график его вписаться. На этом месте мне приходит в голову замечательный фильм Up in the Air с Джорджем Клуни. Мне бы в небо. Можно и что-то сделать, чтобы его впечатлить, да, если он понимает, что этот человек уже что-то повидал в жизни. Вот. Это одна ситуация. Если ты начинаешь создавать ему какие-то искусственные преграды, типа, ой, ты мне, конечно, нравишься, но у меня сейчас еще просто столько поклонников, столько поклонников. Там фоточки в Инстаграм типа с цветами типа от поклонников. Типа я там с Васей хожу, и он мне вроде как тоже нравится. Про Васю и Инстаграм сошлюсь на прошлую презентацию про секс и подростков, конкретно на эпизоды, где я говорил про гигиену в социальных сетях. Ты имитируешь, да, что ну давай, победи дракона, победи своих соперников, преодолей мой отказ, еще что-то. Вот мужчина с хорошей самооценкой и с нормально работающей головой никогда не будет на такую фальшивку заморачиваться и что-то ради нее делать. Вот эту часть стоит отлить в граните или там повесить в рамочку на стену и повторять себе каждый раз, когда Ваша подруга начинает что-то такое из себя корчить. Хотя, конечно, опытному человеку не нужно про это напоминать, не нужно никаких записок читать. У него просто появляется чувство и чувство это скорее чувство отвращения. Здоровый человек просто потеряет интерес к такой женщине мгновенно. Хорошо, если его не стошнит. И не будет никогда преодолевать эти искусственные преграды, потому что наша жизнь такая и отношения такие, что в них еще будет достаточно много сложностей, достаточно много естественных преград и каких-то естественных испытаний и уроков. И когда будут естественные испытания, мужчина будет гораздо их пройти. А зачем ему преодолевать какие-то фейковые преграды? Грубо говоря, девушка, которая эти фейковые преграды создает, она сразу производит такое впечатление человека, который и потом в совместной семейной жизни, в отношениях постоянно будет какие-то придумывать проблемы, придумывать испытания, придумывать поводы прикопаться и так далее. Я бы сказал, главная опасность не в том, что она будет придумывать какие-то проблемы искусственные, а в том, что такая девушка изображает поддельную личность. То есть это какое-то виртуальное лицо, которое не существует в реальном мире, она просто играет роль театральную. Иногда настолько плотно в нее вживается, что теряет грань вообще, не знает, где она сама, а где ее роль. То есть такой человек просто себя не знает, не раскрыл себя, не нашел с собой общий язык, не познал себя. Чтобы он снова и снова доказывал свою любовь. Мужчина не хочет снова и снова доказывать свою любовь, он хочет расслабиться и наслаждаться жизнью. И поэтому, мне кажется, в цене и более интересно для мужчин и девушки, которые тоже готовы расслабиться, наслаждаться жизнью и не бояться быть искренними. Есть и другой тип мужчин. Это мужчины, живущие с установкой «любовь надо заслужить». Вот они не верят в глубине души, что они достойны любви такими, какие они есть. Им кажется, что они недостаточно хороши, и поэтому любую девушку они будут завоевывать, и у любой женщины они будут заслуживать любовь. Во-первых, это абсолютная правда. Во-вторых, таких мужчин очень много, может быть, даже большинство. А во-третьих, рискну сказать, что если вы за собой такое знаете, то корни этого, к сожалению, скорее всего, уходят взаимоотношения с вашей мамой. И если вы хотите что-то поменять в этой области, то вам нужно записаться на психотерапию очную, надолго. Потому что это серьезная проблема, которая сильно ограничивает всю вашу жизнь. И вот таких мужчин можно ждать подарков, цветов, комплиментов, каких-то там жестов, поступков. Ты ему говоришь, нет, ну может быть, но все-таки, ну давай. Ты бросаешь трубку, он тебе названивает. То есть вот таким мужчинам можно, конечно, устраивать и испытания, и жесткачи, и все что угодно. Они будут действительно под тебя прогибаться, они будут продолжать там как-то действовать, какой-то экшен наводить. Потому что они искренне верят, что любовь надо заслуживать. Они думают, что любят за что-то, за какие-то поступки, действия, слова. А ведь настоящая любовь, она несмотря ни на что, она безусловна. Мне кажется, это отличная иллюстрация разницы в подходах мужчинам со стороны Геры и Афродиты. И, конечно, если взять слово «любовь», как его понимает Гера, как его понимает Афродита, как его понимает мужчина первого типа и второго типа, это будут четыре совершенно разных понятия. Еще и с оттенками у каждого человека, своими, индивидуальными. Так что, когда Гера говорит о любви и Афродита говорит о любви, они говорят про совершенно разные вещи. И да, многие женщины могут одновременно находиться в нескольких отношениях, при этом в одних они являются Афродитой, а в других Герой. С другой стороны, я бы сказал, что правильная, стопроцентная Афродита, она физически не способна переключаться между этими двумя режимами. Она не может быть с одним мужчиной такой, а с другим мужчиной другой. Она не относится к этому, как к коробке передачи автомобиля. Для этого включила первую, для этого включила вторую. Потому что жизнь в режиме Геры для Афродиты – это предательство, это унижение себя, это нарушение ткани Вселенной. Даже если она себя заставит так повести на какое-то время, скорее всего, ее просто замучает совесть и самоничижение. Она будет страдать. Ничего не знаю о личности Виктории, но если она правда так ведет себя в своей личной жизни, то я бы поставил на то, что она не является полностью раскрытой Афродитой. Хотя, конечно, если бы она была полностью раскрытой Афродитой, скорее всего, она не висела бы в социальной сети на видео. Так что до некоторой степени это самоочевидно. И поэтому такие вот мужчины, они заслуживают любовь, и таких, собственно говоря, даже не надо заставлять тебя завоевывать. Они и сами это будут делать. Конечно, в случае с первым типом мужчин сложнее, да, сложнее, потому что он живет в изобилии любви, он не трясется над тобой, он не боится тебя потерять. Многие тренеры в этой ситуации советуют поиграть в горячо-холодно, да, то есть я тебя притягиваю, потом я тебя отталкиваю. То есть ты ставишь мужчине такую мыслеформу, что я, конечно, очень хочу, но... И вот дальше, да. Ой, я, конечно, так хочу пойти с тобой на свидание, но понимаешь, что тут такие обстоятельства, то есть все, пятое, десятое, ля-ля, три рубля, тополя. Я, конечно, очень хочу с тобой секса, но вот тут вот, знаешь, как-то что-то, да, и начинается. Да, и вот эти вот но, которые мужчина вроде как должен преодолевать. Ну, здесь ничего нового. Вы получаете то, как вы позволяете к себе относиться. Границы, критерии проводите вы сами себе. И главная проблема здесь я вижу не в том, что девушка может вам дать или не дать. Если вам дает неправильная девушка, не ваша девушка, это вас скорее унижает. Фактически вы подбираете объедки. Главный поинт состоит не в том, чтобы отсеять девушек, которые не дают. Главный поинт состоит в том, чтобы отсеять девушек, которые вам не подходят. Для этого нужно самоуважение. Не гордость, не заносчивость, самоуважение. То есть сначала ты ему как бы кидаешь за мануху, ты его соблазняешь, ты ему даешь надежду там на секс, на свидание, еще на что-то. А потом ты как-то сливаешься, динамишь, как-то красиво ставишь условия, еще что-то. Блин, ну вы знаете мою позицию, я вот эти игры настолько ненавижу. Это можно играть, когда тебе 16 лет. Юноши, не играйте в это ни в 16 лет, ни в 15, ни в 14. Ни в каком возрасте вы это не играйте. Если девушка начала так играть, просто быстро понимайте, что это не ваша девушка. Или у девушки не все в порядке с головой. Вот и все. Приучайте себя к хорошему отношению с детства. Это не роскошь, доступно избранным. Это минимальный стандарт в нормальных отношениях. Если тебе уже чуть-чуть побольше, то мне кажется, это настолько скучно, настолько неинтересно. И самое главное, это очень тупиково. Потому что это создает паттерн для всех ваших дальнейших отношений. То есть, если ты заполучила мужчину только с помощью вот этой игры, я хочу, но ты меня получишь, когда мы будем вместе, если, как бы это будет всю твою жизнь. Ну, насчет навсегда или не навсегда, сказать трудно. Наверное, женщина может вырасти, раскрыться, стать более осознанной, открытой в этом смысле. Но, наверное, это бывает нечасто. Причем не ты всегда будешь ведущей. Рано или поздно мужчина, который прыгал, прыгал, прыгал через твой обруч, который ты ему ставила, он просто озвереет, и он будет получать долги. Да, он захочет переиграть правила. Он захочет, теперь я буду тебе ставить условия. Это правда. И это лишний повод не участвовать в таких отношениях. Потому что даже человек, который завоевывал любовь, заслуживал ее, пусть он не отдает себе в этом отчет, но где-то на заднем фоне, в глубинах подсознания, у него копится унижение. Где-то в глубине он все равно понимает, что это обман и насилие. Соответственно, велика вероятность, что однажды, либо осознанно, либо неосознанно, он начнет возвращать эти долги. Ну и там будет тоже. Трэшит и точно так же начнешь в ответ. Понимаете, не бывает никогда манипуляции односторонней. Если ты манипулируешь мужчиной, он тоже обязательно будет манипулировать тобой. Если ты с ним играешь, он тоже всегда будет играть в ответ. Искренние чувства рождаются только там, где вы посеяли искренние чувства. Обеими руками за абсолютно. И то же самое советую делать всем юношам и мужчинам тоже. Что посеешь, то и пожнешь. Это и есть самый главный баланс в отношениях. Уважение к другому это в конечном счете уважение к себе. А уважение к себе это в конечном счете уважение к другому. Так что это уважение и открытость не для другого человека. Это делается для себя. Можно сказать, из чисто эгоистических соображений. Хотите, чтобы вам было хорошо? Относитесь к другому с уважением. Да, то есть если вы искренне, вы получите искренность. Во всех остальных случаях вы получите игры, разводки, манипуляции, которые могут длиться всю вашу жизнь. Вот как заставить мужчину тебя завоевывать, держаться за тебя и ценить тебя? У меня есть только одна теория на этот счет. Вот к тебе в руки плывет какой-то мужчина, он тебе, наверное, очень нравится, он тебя привлекает, и ты не знаешь, насколько он есть в твоей жизни. Может быть, на пять минут, может быть, на час, может быть, на одно свидание, может быть, на месяц или пару месяцев, может на год, может вообще на всю жизнь. Ты не знаешь, эти отношения могут закончиться через минуту или через день. И от того, что ты не знаешь, когда закончатся эти отношения и сколько ты еще можешь наслаждаться этим мужчиной, вот попробуй каждый раз, каждую минуту наслаждаться этим мужчиной, его обществом, его внешностью, его прикосновениями, поцелуями, его разговорами, его интересами, им самим, каждый раз, как последний раз. Вот может быть, это ваше первое, последнее свидание, дорогого не будет. Так ли это важно? Главное, сегодня, здесь и сейчас, я хочу от него получить максимум кайфа, я хочу запомнить его, я хочу его прочувствовать, я хочу, чтобы потом меня еще неделю адреналинило, да, и я просто получаю удовольствие от этого мужчины и общение с ним. и вот когда ты не думаешь ни о чем, позвонит, не позвонит, будет, не будет, там, срастется, не срастется, поженимся, не поженимся, ты думаешь только о том, что вот сегодня, сейчас, здесь я получу максимум от тебя, да, то есть ты становишься как бы жадной до этого мужчины, до общения с ним, да, но только в текущем моменте, да, вы есть только здесь и сейчас, и вот когда ты погружена в отношения и в мужчину здесь и сейчас, вот тогда действительно мужчина как-то энергетически цепляется за тебя. Он понимает, что ты отдаёшься. Он чувствует тебя. Он чувствует тебя, и в этом случае ты становишься ему интересным, потому что очень мало девушек, которые живут здесь и сейчас. Стопроцентная правда. Собственно, настоящий искренний контакт человека с человеком это уже большая редкость, даже если он будет не в сексуальной сфере. Потому что, к сожалению, подавляющее большинство взаимодействует через какую-то внешнюю обёртку, какой-то фантик, искусственную личину. И чувствительный человек быстро это видит, ему это неинтересно. А когда встречается человек другого типа, с принципиально другим режимом общения, это интересно, это красиво. В этом есть какая-то трансцендентная красота, поток вселенской энергии, мета-танец. Которые умеют, вот завтра хоть потоп, а здесь и сейчас я наслаждаюсь жизнью, я наслаждаюсь собой, я наслаждаюсь мужчиной и нашими отношениями. Сколько бы они не продлились и к чему бы они не привели. Не умеют девочки обычно жить здесь и сейчас. То, что действительно не умеют, можно увидеть в обсуждении под оригинальным видео Виктории. Если просмотреть обсуждение и что женщины пишут и спрашивают, то легко выделяются две группы. И существенная часть просто вообще не понимает, о чём сказано в этом видео. То есть они понимают все слова, но смысл того, что в этом видео сказано, уходит мимо них. Он не резонирует. То есть у них нет этих струн или они приглушены, под них вставлена подушка, не знаю, где-то в душе. Они слушают, но не слышат. То есть Виктория говорит про какое-то вселенское резонирование, а их заботит, как это помешает заставить его жениться. Это люди с разных этажей развития, с разных уровней энергии. Люди вообще не умеют. Буддистом надо быть, чтобы жить здесь сейчас. И если у вас это получается, обычно мужчина очень вами заинтересован и обычно он хочет быть с вами и его тянет к вам, потому что ведь таким своим отношением вы тоже его переносите в момент. И в этом моменте он ощущает все его краски, все его вкусы, запахи, ощущения. Это все очень остро. И это очень круто и для тебя, и для него. И действительно не важно, что будет завтра, потому что сегодня ты жила на максимум. Сегодня ты получала удовольствие от жизни. Я бы сказал, дело даже не в удовольствии. Удовольствие идет как побочный эффект. Главное здесь, мне кажется, именно трансцендентность такого опыта. Это нечто выходящее за пределы физического мира. Вот такой простой лайфхак. Попробую его реализовать. Это не простой и не лайфхак, Виктория. Не стоит вводить девушек в заблуждение, а то они будут думать, что они окончат двухнедельный курс и смогут этого достичь. И у тебя будет в жизни меняться все к лучшему не только в отношении мужчин, но и в отношении всего. Потому что здесь и сейчас это момент твоей силы. Ставь лайк, если видео тебе понравилось. Подписывайся на мой канал. И помните, я вас люблю, и вы ничего не можете с этим поделать.